16 мая по 3 июня в преддверии летних каникул ГИБВД проводят профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» с целью напомнить детям и родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, так как детско-дорожный транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный характер и количество ДТП резко увеличивается в весенне-летний период. За пять месяцев 2016 года на территории Амурского района зарегистрировано уже шесть дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых они получили травмы различной степени тяжести. 21 января 2016 года в 18 часов 40 минут неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по проспекту строителей со стороны дома номер 20 в районе дома номер 26 проспекта строителей, не предоставив преимущества движения пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на несовершеннолетнюю, после чего с места ДТП скрылся. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ушиб левого коленного сустава, находится на амбулаторном лечении. 15 апреля в 23 часа 50 минут в поселке Ильбан в районе дома 11 по улице Заводская 17-летний молодой человек, не имея права управления транспортными средствами, управляя мотоциклом марки Ирбис 150 и зарегистрированным в установленном порядке, не справился с управлением мотоцикла и допустил его опрокидывание, управляя мотоциклом без мотошлема. В результате происшествия молодой человек госпитализирован в филиал Амурской центральной районной больницы поселка Ильбан с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными ушибами мягких тканей. Как выяснилось в ходе административного расследования, мотоцикл, который недавно приобрел его отчим и еще не успел поставить на регистрационный учет, юноша взял самовольно. В момент отсутствия родителей ключи от мотоцикла находились в общедоступном месте. 26 апреля 2016 года в 10 часов 30 минут в городе Амурске водитель автомобиля марки Ниссан Эксперт в районе дома номер 21 по проспекту Победы, двигаясь на разрешающее движение транспортным средством сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика трех лет, неожиданно вышедшего на проезжую часть дороги на запрещающие движения пешеходам сигнал светофора. В результате ДТП ребенок находится на амбулаторном лечении с ушибами правой теми на затылочной области, грудной клетке, верхней трети левого бедра. Из объяснения матери следует, что когда она с сыном подошла к регулируемому пешеходному переходу, она убедилась в том, что ребенок стоял спокойно, отпустила его ручку и, естественно, не ожидала того, что ребенок выбежит на проезжую часть дороги. 18 мая в 12 часов 15 минут водитель автомобиля марки «Хонда Асти», двигаясь в зоне действия запрещающего дорожного знака 3.2 ПДД Российской Федерации движения, запрещено по тротуару при школьной территории школы номер 2 города Амузка, расположенной по улице Школьная, дом 9, совершил наезд на стоявшего на тротуаре 10-летнего мальчика, учащегося 4 класса, после чего с места ДТП скрылся, но был задержан в течение 4 часов с момента происшествия. За остановление места происшествия постановлением мирового суда был лишен право управления транспортным средством сроком на 1 год и 2 месяца. В результате ДТП мальчик находится на амбулаторном лечении с закрытым переломом костей голеностопного сустава справа. 24 мая на третьем километре автодороги города Комсомольска-на-Амуре, город Амурск, в 17 часов 10 минут водитель автомобиля марки «Тойота Королла», двигаясь со стороны города Амурска в сторону города Комсомольска-на-Амуре, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки «Ниссан АД», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля марки «Тойота Королла», 12-летний учащийся школы номер 3 поселка Ильбан, получил ушиб мягкой ткани головы, шеи, плечи лопаточной области. Во время движения ребенок находился на заднем пассажирском сидении. Ремнем безопасности пристегнут не был, так как конструкции автомобиля «Тойота Королла» не предусмотрены. И последнее происшествие зарегистрировано 27 мая текущего года в 22 часа 10 минут. Не установленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны дома 14 в сторону дома 20 по проспекту строителей, в районе пешеходного перехода, расположенного в районе дома номер 16 по проспекту строителей, совершил наезд на пешехода 16-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек, этот у нас является воспитанником детского дома номер 12. В результате происшествия он получил травматический отрыв ногтевой пластины четвертого пальца левой кисти. Он сам говорит, что это транспортное средство похоже было на мопед, на нем находились двое молодых людей примерно его возраста. Ну и в связи с указанным происшествием просим лиц, что-либо знающих о происшествии, либо явившихся его очевидцами, обратиться в отделение ГИБДД ОМВД России по Амурскому району по телефону 2-48-30, либо в дежурную часть по телефону 02-3-44-34. Обращаем внимание участников дорожного движения, в особенности родителей. В связи с наступлением летнего периода значительно увеличилось количество двухколесных транспортных средств на дорогах. Десятки водителей-велосипедистов появились на городских улицах, причем большинство из этих водителей несовершеннолетние. И в условиях отсутствия специально оборудованных велосипедных дорожек, дети и подростки зачастую выезжают на проезжую часть дороги. Прежде чем выпустить своего ребенка, покататься на велосипеде, изучите с ним правила дорожного движения для велосипедистов, научите ребенка пользоваться предупредительными жестами при осуществлении маневров. Кроме того, для обеспечения безопасности детей необходимо использовать защитную амуницию, такую как шлем на коленнике, на локотнике. А для того, чтобы ребенок всегда был заметен на дороге, надевайте на него яркую одежду со светоотражающими элементами. Уважаемые родители, госинспекция Амурского района настоятельно рекомендует вам контролировать, где и как катается ваш ребенок на велосипеде, незнание правил дорожного движения, неумение справиться с транспортным средством в экстренной ситуации, отсутствие страха – вот факторы, которые влияют на количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За неисполнение же обязанностей по содержанию и воспитанию детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Родителям необходимо помнить, что они должны положительным примером воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения на улице. И помимо положительного примера, родители должны контролировать, где и как ребенок проводит свой досуг. Родители должны уделить специальное время и особое внимание для беседы с ребенком о правилах поведения на улице.